Аааа... Я очень зол! АААААААААААА Parce Я зол потому, что я закупался продуктами для этого выпуска в супермаркете Вызвал такси, вышел на улицу Мне написали, что такси прибудет через 2 минуты Но таксист поехал в другую сторону И он даже не отвечал на звонки И я 15 минут стоял с мешками посреди улицы Вы наверное скажете, ты бы мог заказать другое такси Но нет я не мог, потому что начался дождь И в такси стал высокий спрос В итоге цена подорожала на 200 рублей Так что... Абдулазим Спасибо! Мэйк Убер Грейт Аген, бейч. Ой. Посуда мойка открылась. Не надо мне намекать, что у меня целая раковина грязной посуды. Добро пожаловать во второй выпуск рубрики, где я готовлю, пытаюсь готовить всякую фигню и скорее всего у меня не получается. Хотя в прошлом выпуске, хоть и не с первого раза, но получилось. Тем не менее, зачем я это говорю? Я посмотрел и увидел, что первый выпуск вам очень понравился, он набрал больше просмотров, чем мой последний скетч. Сначала у меня была такая реакция Но потом у меня была совершенно другая реакция, потому что на скетч я трачу намного больше времени. Но люди хотят видеть, как я пытаюсь готовить, ну да. Actually, это действительно веселее, чем смотреть скетчи. Так вот, в сегодняшний выпуск я решил посвятить блю... Что? Готовке в микроволновке! Мне пришла такая идея, потому что совсем недавно я хотел есть. На самом деле, я всегда хочу есть, даже сейчас. Я очень надеюсь то, что я приготовлю будет съедобным, потому что иначе я умру. Так вот, совсем недавно я хотел есть, и у меня, как обычно в холодильнике не было продуктов и еды поэтому я прогуглил, как заработать на казино. Я прогуглил, что можно приготовить из простых продуктов, которые есть у всех в холодильнике, и наткнулся на статью, точнее на подборку рецептов для готовки в микроволновке! Микровейв сквааат! Поэтому сегодня у нас с вами будет три пози... Когда-нибудь я научусь считать? Три позиции. Первая это пицца в микроволновке. Второе это... Второе это шоколадный кекс в микроволновке. И тре... Можно я не буду показывать на пальцах, а? И третье это попкорн. Домашний попкорн в микроволновке, а не такой химозный, который продаётся в супермаркетах, который нужно разогревать. Вот это вот химия, вот ГМОО вот это вот! Сказал как моя бабушка. Ну что ж, мне уже страшно, поэтому пора начинать! Уроки по вокалу от Брайана. Записывайтесь, нажав красную кнопочку подписаться. Знаете, ребят, мне кажется, я уже налажал, потому что в тех рецептах кружка была пошире и побольше. Делать пиццу в такой кружке, мне кажется, будет не очень хорошим решением, но я её уже купил, поэтому I don't fucking care. А, да, кстати, у меня тут появился, вернее, он был друг, он будет сна... Он будет с нами теперь готовить, он будет наблюдать, всё ли я правильно делаю. Так что следите за его эмоциями, если я буду правильно готовить, он будет радостным, если буду неправильно готовить... Хотя, знаете, давайте смотреть правде в глаза. Я, правда, не знаю, как его назвать, пусть будет Джеральд. Что ж, делаем пиццу, полстакана муки, ооооорайт. Ай, больно! Одну четвёртую чайной ложки соли. Одну четвёртую чайной ложки соли. Одну четвёртую чайной ложки соли. Как я ему посчитаю одну четвёртую чайной ложки соли? У меня вообще есть соль, кстати? Так, Джеральд, подвинься, пожалуйста. Соль вижу, ееее! Думаю, хватит. И столько же соды. А вот, кстати, сода у меня есть, хотя, какого я обманываю? Она есть у всех, потому что обычно её покупают в начале своей жизни, и она остаётся до конца своей жизни. Вообще, какой у неё срок годности? Ну да, я так и думал, срок годности не ограничен. Ха! Вообще, я хотел приготовить нормальную пиццу, но у меня здесь нету духовки, поэтому мне приходится выпутываться из этой ситуации такими вот изощрёнными способами. Так, теперь нужно это всё перемешать. Готово! Фак! После чего добавляем ещё две чайные ложки масла. Зато семечка! Обязательно топлёное, и остаётся добав... Ах! Блин! Чёртов, я опять идиот! Я сначала посмотрел видео с рецептом, там сказано было, добавьте две чайных ложки масла, я остановил, добавил, потом продолжил, а там дальше говорят, что обязательно топлёное. Ну блин, он бы ещё в самом конце видео сказал, вместо масла топлёное масло, вместо соли сахар, это вообще не пицца, а пирог яблочный. Хотя, знаете, что я сделаю? Делаю топлёное. Как бы у меня нет чистой посуды, я уже говорил об этом. Плевать! О, у меня рюмочка есть! Не говори маме. Знаете что? Если в прошлом выпуске я отрывал по целой салфетке, то есть это взрослая салфетка, то теперь я буду отрывать по маленькой, то есть я отрываю детей. Так. Почему? Ну, меня определённо посадят. Ну ладно. Стоп, а как делается топлёное масло? А-а, ну точно так делается. СМИ Я-а-а-а-а ядовод. Я идиот! Почему я подумал, что приготовить топлёное масло это налить обычное подсолнечное и поставить на кроваловку, чем я думал? Боже мой, для этого нужно сливочное масло! Ааааа! О, у меня есть, кстати, сливочное масло! Так, как приготовить оплёное масло? Нарезаем на кусочки, крышкой ни в коем случае пенку на масло. В масле плавает и кружится масло мелкий белых частиц. Что?! Так мне ещё и масло варить 30 минут нужно в котле! Я что, верьма, мать вашу? Там было написано, простые, короткие... Э... Ну теперь весь айфон в масле, фак! Вы это вообще видели? Тут понадобится взрослая салфеточка. Короче, я всё-таки решил сделать масло. Фак, 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 фак! Тихо! О, как воняет, боже мой! Это меня сейчас вырвит! О, что вы, что вы? А, помогите! Я больше не пытаюсь туда! Короче... О, боже мой. Ну всё, ребят, я сделал вывод, что мне лучше топлёное масло не делать. Вообще, сделал вывод, что мне вообще лучше не готовить. Но мы же пытаемся учиться готовить в этой рубрике, вернее, я. Если вы пытаетесь учиться готовить по этой рубрике, то не надо. Фух, ну запах вроде более-менее прошёл. или нет 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 у меня есть идея я в порядке шучу нет нифига я вляпался в масло вот само масло оно нормально пахнет как масло реально я вам говорю отвечаю понюхай вот видите просто его нужно через ситечко просто его нужно через сити просто его нужно через ситечко процедить и я думаю в принципе это будет нормально только есть ли у меня ситечко хрен его знает жеральд извини я забыл что ты здесь стоишь ну блин я думал у меня есть ситечко но ни хренашенько у меня нет короче я подумал что я над первым блюдом вожусь уже целый час поэтому я использую подсолнечное масло 6 столовых ложек молока у меня странный вентилятор упал тварь сколько я ложек достаточно так уже другое дело правда что-то у меня маловато тесто получилось ну хотя на мою кружку наверное сойдет я так понял что помимо того чтобы научиться готовить я еще тут английский учу с вами факт нет у меня недостаточно мне нужно больше тесто мать вашу нужно инвестировать в тесто ну а как это сделать немножечко еще соли и немножечко еще соды вот так а может хватит разговаривать как уместный отсталый знаете я уже внутри себя убедил что получится какая-нибудь херня поэтому я уже даже не голодный томатная паста бэби ладно я даже не буду комментировать потому что мы как бы уже привыкли к тому что каждые 2 секунды у меня какой-нибудь фейл в таких видео случается ну извините просто в моей жизни каждые 2 секунды случается какой-то фейл поэтому привыкайте вот такая красота у нас получается ахахаха еще и сыр натереть надо у меня есть ли у меня терка угадайте факт я забыл ахх я забыл я искал в магазине я искал в магазине терку но в итоге я ее там не нашел и я забыл и я просто не стал ее покупать как я думаю ладно по-моему каждый шаг в этом рецепте я делаю не так как надо поэтому не удивляйся Брайан если итоговый результат блюда будет не такой как на видео мне уже не нравится то что я уже так долго делаю лишь только первый рецепт но меня хоть успокоит то что остальные 2 они супер простые должны быть почему я вообще решил что снимать видео это хороший ха-ха-ха почему я решил что снимать видео такого типа будет хороший день потому что я ни черта не умею готовить эксперты из ответов mail.ru мне подскажут когда-нибудь короче думаю сойдет как за альтернативу надеюсь вы нажимаете на нашли что это Ну что ж, теперь нужно выкладывать начинку сюда. Я не слушаю шансон, вы не подумайте. Так, ну и под конец снова всё накрываем сыром. Ну что ж, ребят, я могу официально поздравить вас и себя, что я закончил приготовление этой пиццы. Осталось лишь только засунуть её в микроволновку и надеяться, что ничего не взорвётся. Так, пока это всё готовится, мне нужно хотя бы это всё убрать. Ну как убрать? Просто передвинуть из поля зрения камеры. Стоп. А где мой салфи? Аааа, спрятались. It's done, bitch. Выглядит это как-то так. И вроде как не сильно плохо, на первый взгляд. Давайте посмотрим, как это сексуально выглядело на том видео. И посмотрим, как это выглядит у меня. Что... Что за хи... Можно попробовать, наверное. Мне страшно, конечно, но... Fuck it. По моему лицу, думаю, всё понятно. Очень солёно. Почему так солёно-то я не пойму. Полный провал. Даю этому блюду 2 из 10. Ну как блюду? Скорее, моему рукожопцу. Может быть, если бы я всё правильно сделала, оно бы было не такое плохое. Но так... Ну тут просто вкусная ветчина с сыром. Хех. Next! Следующий рецепт настолько простой, что залажать его могу только я. Потому что всё, что нужно сделать, это смешать все ингредиенты в миске, перемешать их венчиком или вилкой, вылить в кружку и поставить в микроволновку. И да, мы готовим шоколадный кекс в микроволновке, если что. Спасибо. Так. Два куриных яйца. Да блин! Ну раньше уже такого не было. Вспомните мои слова 2 минуты назад. Настолько простой! В прошлом выпуске я вас просил считать, сколько салфеток я потратил на всё видео. Надо было мне просить вас сделать это в этом выпуске. F**k! Нет! Я мимо пакета вылил. Ребята, мне кажется, это будет последнее видео из рубрики «Брайн пытается готовить». Только ваши лайки могут спасти эту рубрику, конечно. If you know what I'm saying. Как вы, наверное, заметили, на улице уже темень. Наконец-то! Еее! Два желтка здесь! Три столовых ложки молока. Три столовых ложки растительного масла. Наконец-то! Никакого топлёного мне не нужно готовить. Целых пять столовых ложек пшеничной муки. Готово! Пять столовых ложек сахара. Are you f**king kidding? Это чё падаешь-то? Спокойно. Джарлид похож на балерину. Сейчас бы в еду кашлять. Две столовых ложки какао-порошка. Совсем чуть-чуть разрыхлителя. Опять! Опять нужно натереть! Жопу кому-то! Мне! Потому что я не подумал. Потому что тут ещё нужно натереть тёмный шоколад. Щепотку соли надо добавить. Так, надеюсь, сейчас ничего не случится. Я не вздрогну, я не прыгну и не рассыплю всю соль в эту миску. Так, теперь нужно всё это дело перемешать и... Знаете, для этого у меня есть даже... Потом не видно, что я готовлю. Всё, готово. Неплохо так-то! Бич! 3-5 минут. Не пугайся, когда содержимое кружки полезет через край. В итоге кекс всё должен осесть. Ты уверена, что мне не пугаться? Я буду пугаться. О боже мой! Я обосрался! Всё вылазит из кружки, ребята! Что мне делать? Ааа! Так, на секундочку. Эта сучка писала, что мне не стоит волноваться. Но как тут не волноваться, когда она уже вылезла всё? Посмотрите на это! Какого чёрта?! Почему у меня даже... В общем, ребят, просто без лишних слов вспомните, что я говорил 5 минут назад. Настолько простой! Ну, в принципе, ребята, это реально выглядит как кекс. Просто слишком большой для этой кружки. И что-то мне подсказывает, что на вкус будет неплохой. Потому что я вроде всё как по рецепту делал, как я мог налажать. На вкус как кекс. Как шоколадный кекс. Это действительно был неплохой рецепт. Я бы ещё сверху полил его нутеллой или любой шоколадной пастой. И ещё плюс мороженое добавить. Даю этому кексу 7 из 10. Следующий рецепт. Это домашний попкорн в микроволновке. Для его приготовления вам понадобятся кукурузные зёрна и кукурузное масло. Я еле отрыл эти сраные кукурузные зёрна. Я вообще... Я вообще не уверен. Я вообще то купил? Я надеюсь. Ну, в общем, нужно выложить кукурузные зёрна, ну, в такую миску. Полить кукурузным маслом. Накрыть это всё крышкой. И поставить в микроволновку. Давайте посмотрим. И всё! Это самый простой рецепт на сегодня. Который, я уверен, сейчас я опять залажаю каким-нибудь образом. 4-5 минут. Что там происходит? Спокойно, спокойно. Цель этой рубрики была научиться готовить и не спалить хату. Мне показалось, что что-то замкнулось. О боже мой, ребята, мне страшно. Так, огнетушитель ещё в подъезде. Та-дам! Ну, говорят, что этот попкорн более полезный, более вкусный. Не, ну, на самом деле... Хм... Немного распробовать. Мм! Ну, неплохо! Это, конечно, не такой попкорн, как в кинотеатрах. Ну, нормально. Это всё, на что я способен за сегодня. Приготовить сраный попкорн. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Так, вы меня вообще видите, я надеюсь, да. Надеюсь, вам понравился этот выпуск рубрики Брайн пытается готовить. Если вам понравилось это видео, и если вы всё-таки хотите больше выпусков по этой рубрике, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые новые видео. Также можете подписаться на инстаграм, чтобы не пропустить прямые эфиры и фотки. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, я Брайн. До скорой встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok